Здравствуйте! В эфире передача «Наш город» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня расскажем о том, как развивались события, что они нам сулят и, конечно же, чем запомнилась эта неделя. Пока на спортивных аренах кипят футбольные страсти, а всего в паре часов езды от Саровы играет такие гранды, как Криштиану Роналду и Лиану Эль Месси, наш город продолжает жить своей жизнью. И я бы не назвал ее скучной. Нет, нам, конечно, далеко до того безумия, которое сейчас творится в городах-счастливчиках. Но провести время с пользой интересом можно и в Сарове. К примеру, наконец-то научиться танцевать. И при том абсолютно бесплатно. Специально для тех, кто не проще летним вечером выйти из дома и освоить парочку пай других популярных движений самых разных эпох, ребята из проекта «Саровский котельон» каждую неделю проводят танцевальные мастер-классы на свежем воздухе. Приглашают всех и каждого. Нужно просто прийти к началу занятия, ну и побороть природную застенчивость, если вы от нее еще не избавились. По образованию Юлия Журавлева преподаватель музыкальных теоретических дисциплин. Чем отличается полька от мазурки и подо что танцевать кадриль, она знает не понаслышке. Но самой принимать участие в репетициях этих танцев ей не доводилось. На мастер-класс Юля пришла вместе с маленьким сыном. Я думала, мы вообще придем с ним, посмотрим просто, ну как танцуют. Ну, мне очень понравилось, и Мария, и Никита, они такие молодцы, они так активно вовлекают в танцы. На самом деле оказалось это не только интересно, но еще и довольно просто. Увидев объявление бесплатных мастер-классов по историческим танцам, Юля поняла, что давнее желание совпало с подвернувшейся возможности. Упускать ее девушка не стала. И процесс обучения пошел. За один вечер Юля и другие участники успевают выучить движение к трем-четырем танцам. И это несмотря на определенные трудности. Координация движений уже не та, и голова немножко кружится, когда вальс быстрый. И когда вальсируешь уже не минуту, не две, а уже там минут десять, тогда уже голова идет кругом. За рубежом и сегодня продолжают организовывать и проводить танцевальные балы, на которых сотни и тысячи человек исполняют те самые мазурки, польки и кадрильи. Самый известный в мире Венский бал. Проводится он ежегодно с 1935 года и входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Для многих подготовка к этому балу определенная форма исторической реконструкции. Можно провести такую параллель. Есть студии, которые очень серьезно занимаются реконструкцией танцев, изучают сохранившиеся материалы. Есть люди, которые очень серьезно подходят к изготовлению костюмов, занимаются изучением сохранившихся материалов. Результаты мастер-классов проекта «Саровский котельон» все желающие увидят уже через две недели на стадионе «Икар» на Дне молодежи. А пока есть время до премьеры, участники будущего импровизированного бала продолжают оттачивать танцевальные па, многим из которых несколько сотен лет. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Если вы из тех людей, которые считают, что за хорошей музыкой нужно ехать в Нижний Новгород, а еще лучше в Москву или Питер, то следующий сюжет для вас. Да, Адель, Red Hot Chili Peppers или Daft Punk до нас никогда не доедут. Но это вовсе не означает, что музыкальная жизнь города находится в коме. Совсем недавно в Сарове прошел очередной квартирник. Он запомнился уютной обстановкой и домашней атмосферой, когда музыкантов и людей, которые пришли их послушать, не разделяло ничего, кроме пары метров свободного пространства. Наши корреспонденты тоже там побывали. Неоспоримое преимущество квартирника – то, что местным для его проведения может стать любое атмосферное заведение. Для этого даже не нужны специально организованные площадки. Пара усилителей, микрофон, подсветка, инструменты, голос исполнителя. Все, что необходимо для того, чтобы языком нот и текстов музыкант рассказал миру о своих переживаниях. Свой стиль, жанр, он рождается из тех жанров, которые ты слушаешь, ну, скорее всего. Еще можно вдохновляться книгами, стихами, людьми, фильмами. Союз двух творческих людей в жизни и абсолютная противоположность на сцене. Музыканты Никита Волков и Николай Лаптев признаются, что однажды даже пытались написать совместную песню. Но из этой затеи ничего не вышло. Поэтому исполнители продолжили свое существование как две совершенно разные творческие единицы. Зато и эффект от их совместных концертов вдвойне ярче и интереснее. На квартире ты видишь каждое лицо его и его реакцию сразу же. То есть в этом, вот из-за этого лично я прям получаю кайф. Потому что ты каждому поешь. Не просто зал, да, а каждому человеку. У зрителей-квартирников в исполнении Никиты Волкова есть уникальная возможность услышать самые свежие авторские песни. Те, которые совсем недавно появились на свет и пока еще не успели войти в репертуар основного проекта музыканта. Группа «The Line Break». Музыка более, наверное, нежнее звучит. Я не знаю, как это сказать. Ну, то есть она более мягче. Такая становится. Музыку вообще можно пощупать любую. А тут она такая, ну вот, своя. Я не знаю, как это объяснить. Ну, вот она очень близко, она так это проникает. Их песни о любви и путешествиях, душевных переживаниях и человеческих отношениях. Жизненные и искренние композиции уживаются вместе с дерзким, свойственным рок-музыке настроением. Саровские зрители дружно подпевают перспективным музыкантам, а их творчество выходит за пределы родного города. А это значит, что рок в Сарове жив. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». В Саровском драмтеатре подходит к концу очередной сезон. По традиции, перед летним перерывом актеры решили сделать подарок для самых маленьких зрителей. Специально для ребят в нашем театре подготовили спектакль под названием «Не хочу быть собакой». Чему учит история о четвероногом создании по кличке Моти и двух ее друзьях, расскажем в следующем репортаже. Сказка о дружбе, верности, доброте и взаимопонимании. Простой сюжет и лаконичные декорации сделали спектакль понятным даже самым маленьким зрителям. Собачка Моти, два ее озорных товарища Кут и Петух пели песни, играли и танцевали. Этот спектакль стал режиссерским дебютом Юлии Николаевой. Актриса драмтеатра давно вынашивала идею сделать для юных саровчан передвижную сказку, которая будет путешествовать по детским садам. Были небольшие сомнения по выбору актера на одну из главных ролей, но в итоге образ хозяина Курятника воплотил Артем Жуков. Да я рада, что у нас такое распределение получилось и что я работала с этими артистами, потому что они просто классные. По словам Артема, работал с надсказкой легко. Партнеры по сцене давали советы и подкидывали идеи для воплощения образа Куриного начальника. Роль в детском спектакле такого формата тоже стала для него дебютной. Он немножко по-другому все это воспринимается. Постоянно должен быть какой-то контакт и общение с зрителем. То есть, если мы его выпускаем из виду, ему становится скучно. Зрители с интересом наблюдали за героями пьесы, угадывали у них своих товарищей и друзей. Каждый из персонажей сказки был им понятен. Кот был самый озорный, потому что он мешал петуху стать собакой и дрался с ним. Но сочувствовали зрителей и переживали за главную героиню спектакля, которая потеряла интерес к собачьей жизни. И даже малышам стало ясно, почему у Моти не получалось быть обычной собакой. Потому что она не любит кусаться и варить ни на кого. Она хотела бы защищать дом, но все-таки она не хотела быть собакой. Почему не получилось быть собакой у кота и петуха и кто в итоге стал собакой? О всех сложностях выбора жизненного пути зрители узнают, посмотрев спектакль. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. В книжном магазине на площади Ленина прошла презентация новой книги известного городского писателя Валентина Степашкина «Саров» от Адая. Это топонимический справочник, в который вошли очерки об истории наименования объектов города и окрестностей, опубликованные в газете «Городской курьер» за последние несколько лет. Горожане проявили живой интерес к изданию и в первый же день раскупили большую часть тиража. А Валентин Александрович охотно делился своими знаниями. Попытка удержать уходящую эпоху, запечатлеть ее в памяти и передать воспоминания потомкам. Более 30 лет назад Валентин Степашкин начал собирать сведения об улицах, зданиях, исторических местах родного города. Сейчас, когда Саров буквально за несколько лет претерпел значительные изменения, эти материалы обрели форму книги. Такие появляющиеся издания, они как бы подталкивают всех горожан к очередному познанию истории своего города, воспитанию любви у детей к своему городу. И поэтому вот в этом важность именно вот этой книги. На презентацию пришли саровчане различных поколений, приобретали книги для себя, друзей, коллег и тут же листали, пытаясь найти на страницах упоминания о знакомых, но давно ушедших в историю местах, улицах и народных названиях, которые вышли из обихода. Для сохранения истории города, для наших последующих молодых поколений это очень и очень важно. В первую очередь для саровчан очень будет интересно и полезно знать, что было в городе, что стало и что может быть. В рамках презентации горожане смогли задать интересующие их вопросы. Читателям хотелось знать, как шла работа над книгой, какие этапы проходила проверка информации. Это очень здорово, что полка крыльевической литературы пополнилась еще одним изданием, потому что по истории города у нас не так уж и много книг. Работа над проектом продолжается. Огромную ценность для автора представляют не только официальные документы архивов, но и живые воспоминания ветеранов и сторожилов. Если раньше Валентин Александрович записывал воспоминания, то теперь он делает аудио и видеозаписи. Это будет передано либо в архив нашего городского музея, либо в городской архив. То есть это будет продолжать жить еще долгие годы и послужит исследователям, которые пойдут за мной. По словам автора, своей очереди ждут более 500 очерков. Так что путеводитель по историческим местам Сарова будет расширяться. И каждый житель может внести свою лепту в сохранение истории родного города и поделиться с автором сведениями и материалами из личного архива. Елена Грецкова, Владимир Лисик, служба новостей, Сарова, 24. Среди саровчан было немало тех, чьи имена достойны того, чтобы ими называли улицы. Сабир Ахтямович Ахтямов один из них. Еще мальчишкой он ушел на фронт, чтобы отомстить фашистам за гибель близкого человека и победный 45-й год встретил героем Советского Союза. После войны судьба привела его в наш город, где он и познакомился с Зинаидой Михайловной Курбаковой. Она тоже прошла через все ужасы того страшного времени и уже выйдя на пенсию, твердо решила, что имена людей, которые переломили хребет вермахта, не должны быть забыты. Зинаида Михайловна написала несколько книг, посвященных героям, жившим и работавшим на Саровской земле. И сегодня делает все возможное для того, чтобы в Сарове появилась улица Ахтямова. Зинаида Михайловна показывает фотографии и рассказывает, как познакомилась с героем Советского Союза Сабиром Ахтямовичем Ахтямовым. В воинскую часть на станцию «Шатки-1» в 1951 году они приехали вместе. Попали в спецкомендатуру по охране особо важных объектов. Жить и служить тогда приходилось практически в полевых условиях. Расселили всех в бараках, без привилегий. Обстановка железная койка, тумбочка, все, больше ничего. Не было для героя льгот. Эталон чести и порядочности, так говорит Зинаида Михайловна про Сабира Ахтямова. В городе его знали и любили. Со всеми вопросами и проблемами сразу шли к нему. И он всегда старался помочь. Герой Советского Союза часто общался со школьниками, рассказывая о подвиге великого народа. В каждой школе побывал, проводил военно-патриотическую работу. Его так любили. А во втором лице, тогда школа была, был отряд имени Ахтямова. Так он там посещал их, он там их оборудовал, помогал, все рассказывал. Сам Сабир Ахтямов в составе мотострелковой бригады прошел фронтовой путь от Смоленска до Кёнигсберга. Участвовал в освобождении Белоруссии и Республик Прибалтики в боях за Восточную Пруссию. На войну ушел 16-летним подростком. И когда они получили похоронку, что отец, кузнец, убила его под Смоленском, он тогда оставался кузнецом за отца, он сказал, я пойду умстить за отца. И отомстил. При взятии Немерсдорфа он вместе с боевым товарищем Луковкиным уничтожил огневую точку, что позволило советской армии одержать победу в битве за этот населенный пункт и продвинуться вглубь виражеской территории. За этот подвиг Сабир Ахтямович и получил звание героя. Его грудь украсили также ордена Красного Знамени и Красной Звезды и орден Отечества Первой Степени. В Сарове Сабир Ахтямов прослужил более 20 лет и уехал отсюда в 1972 году. Впервые с инициативой о наименовании одной из улиц города его именем Зинаида Михайловна выступила в 2005 году. Но тогда Сабир Ахтямович был жив и по закону назвать его именем какой-либо объект было нельзя. После его смерти в 2014 году женщина вновь подняла эту тему. Сейчас вопрос находится на рассмотрении в комиссии по наименованию городских улиц и объектов соцкультбыта. И Зинаида Михайловна верит, что ее инициатива будет поддержана. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Память о саровчанах погибших при выполнении воинского долга увековечили. Стелла с именами героев появилась на территории Саровской дивизии. На торжественном открытии мемориала заместитель глава администрации Виктор Иванов сказал, что было бы лучше, если необходимость ставить такие памятники не возникало. Но в реальности военнослужащим и сотрудникам полиции приходится жертвовать своими жизнями для защиты Родины и близких. Идея создания такого памятника витала в воздухе еще 10 лет назад. Командир дивизии в те годы даже заложил мемориальный камень. Довести до ума это доброе начинание дал указание нынешний командир дивизии Евгений Токаренко. Во-первых, памятник это память о тех, кто выполнил воинский долг военнослужащих. Во-вторых, это хороший очень стимул для военно-патриотического воспитания нашей молодежи, да и наших военнослужащих. Потому что по традиции, проходя мимо памятников подразделения, вставить строя, либо отдельные военнослужащие, обязаны давать воинское приветствие. На мемориальной стеле увековечены именно четырех военнослужащих, трое из которых погибли во время конфликта в Чеченской республике. Вспомним по именам тех, кто погиб до конца, выполнил свой воинский долг. Капитан Шатилов Евгений Владимирович, рядовой Мамутин Андрей Валерьевич, рядовой Гордеев Александр Анатольевич. Указом президента Российской Федерации данные военнослужащие были награждены государственными наградами Ордена Мужества. Еще одно имя на мемориальной доске принадлежит младшему сержанту Василию Тезитеву, погибшему в ходе ликвидации пожаров 2010 года. Он также награжден Орденом Мужества посмертно. Открытие состоялось. Сотрудники Росгвардии постарались закончить основные работы к двум знаковым событиям. 22 июня, дню начала Великой Отечественной войны и моменту, когда на территории части появятся новобранцы. Кирилл Васильев, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В первой поликлинике открылся доврачебный кабинет, где саровчане могут получить помощь в оформлении различных медицинских справок и документов. Если раньше нужно было сначала посетить лечащего врача, затем пройти необходимое обследование и только на повторном приеме получить желаемое заключение, то теперь для ряда справок можно с помощью медсестры кабинета в сжатые сроки пройти обследование, а затем прийти к врачу для осмотра и получения документов. При этом большая часть бумаг уже будет заполнена в доврачебном кабинете в электронном виде. Раньше для получения медицинской справки, для поездки в санаторий или профилакторий, оформления опекунства или инвалидности приходилось высиживать длинные очереди к врачу. Теперь все необходимые направления для этих справок будут выписываться медсестрой в отдельном кабинете доврачебной помощи. Он не входит в стандартную структуру поликлиники, потому что это такой наш очередной шаг по длинной планомерной дороге, по сокращению продуктивных затрат времени как врача-специалиста, так и пациента. Специалисты врачебного кабинета в режиме онлайн собирают комплект необходимых направлений, так, чтобы пациент смог сдать максимальное количество анализов в кратчайшие сроки. И как только готовы результаты, можно отправляться к лечащему врачу за заключением. Мы даже вот это первое посещение медсестры, по сути, хотим исключить. Каким образом? Мы дали на сайте, вы можете посмотреть электронную почту, адрес электронной почты. Пациент может по этому адресу написать письмо, указав свои личные данные. В объявлении написано, что именно нужно указать в электронном письме, написать, что мне нужна Иванова Ивановичу, нужна санаторно-курортная карта, такая-то, такая-то все. А дальше медсестра сама поднимет медицинские документы, выпишет необходимые направления и по телефону пригласит на прохождение медосмотра, сэкономив таким образом время пациента. Мы хотим, если у нас будет востребован этот вид работы, мы, конечно, понаблюдаем, то, соответственно, и часы работы кабинета будут продлеваться и будут добавляться в штаты. Кабинет, в котором выписываются направления на медосмотры для специализированных медицинских документов, находится на седьмом этаже, работает с 8 утра и до 4 дня. И попасть в него можно, минуя регистратуру. Все услуги оказываются прямо в кабинете. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Современные дети знакомятся с гаджетами еще с пеленок. Они моментально осваивают самые последние новинки техники, а многие уже в юном возрасте всерьез подумывают о том, чтобы выбрать для себя карьеру разработчика или стартапера. Специально для таких ребят технопарки Саров начала свою работу 11-я Всероссийская летняя школа параллельного программирования, где пока еще юных строителей цифрового будущего знакомятся с новыми направлениями в области IT-технологий. Летняя школа открылась буквально несколько дней назад, а ее участники уже пустились в уникальное путешествие в мир языков программирования, 3D-моделирования и компьютерных технологий. Успешный и востребованный IT-специалист должен быть всесторонне развит, поэтому организаторы школы в составлении программы не ограничились только точными и техническими науками. Школьники познакомились с востоковедом, специалистом в области духовных и культурных традиций китайской цивилизации Алексеем Масловым. Все основные технологические изобретения приходят с Востока. Раньше это была Япония, Тайпань. Сейчас самый большой суперкомпьютер сделали китайцы. Китай находится на первом месте по количеству технопарков и экспорту нанотехнологий. В этой стране создан специальный восточный QR-код и своя финансовая система. Участники летней школы программирования узнали много новых интересных фактов буквально из первых уст и смогли принять участие в мастер-классе по иероглифам. Практически без отрыва от встреч с интересными людьми в школе идет работа по основным направлениям. Самый главный результат, который мы стремимся достичь, это в первую очередь горящие глаза, интерес к программированию, робототехнике. А также в рамках школы мы стараемся достичь реально работающего кода. Интеллектуальная транспортная система, которая самостоятельно распознает знаки и следует линиям дорожной разметки. Кто-то скажет, что подобные изобретения – далеко идущие планы ученых, которые воплотятся в жизнь лишь спустя десятилетия. Но начинающий программист из Нижнего Новгорода Максим Бушуев уже сегодня с командой единомышленников трудится над беспилотником, который в скором будущем может стать новым словом в робототехнике. Разрабатывается определение препятствий на дороге и ведется также отдельная программа для определения усталости водителя и если водителю плохо на основе частоты его моргания, а также продолжительности глаз открытых и закрытых. Компьютерное зрение – перспективное направление современных технологий. Со своим новым изобретением Максим вошел в состав российской делегации на международной выставке в Японии. Совсем скоро он отправится на IT-форум в Индонезию. Беспилотники – это наше будущее. И нужно постоянно совершенствовать и развивать алгоритмы. Смотреть, какие лучше, какие хуже, сравнивать, анализировать, экспериментировать. И после этого уже когда-то, я уверен, что не так уж и много времени пройдет, человек уже придет к полностью беспилотным автомобилям. Участникам летней школы параллельного программирования предстоит посетить занятия преподавателей ведущих российских вузов, а также применить полученные знания на практике. Завершится смена 1 июля. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Героям нашего следующего репортажа тоже скучать не приходится. У ребят из лагеря с дневным пребыванием на базе теплого дома весь день расписан по минутам. Спортивные соревнования, занятия по плаванию, мастер-классы – это лишь малая часть того, что для них подготовили педагоги Центра социальной помощи семье и детям. А еще воспитанники теплого дома подготовили для саровчан акцию под названием «Счастье быть отцом». К акции «Счастье быть отцом» воспитанники теплого дома готовились тщательно. Ребята нарисовали красочные плакаты, подобрали вопросы, нашли подходящую музыку и придумали специальные лозунги. «Папа – это радость и насчета мира». Акция «Счастье быть отцом» – областная. В ней принимают участие воспитанники образовательных учреждений совместно со своими педагогами. Каждый из организаторов акции уверен, что День Папы – это особенный праздник. Он подчеркивает важнейшую роль отца в воспитании ребенка. «Вышли на улицу, чтобы привлечь внимание граждан, общественности к важнейшей роли мужчины в обществе, отца, в семье. То есть мы берем интервью у мужчин, вручаем их нагрудные знаки «Счастье быть отцом» и также раздаем буклеты». Многие папы нашего города охотно принимали участие в акции и с удовольствием отвечали на вопросы ребят. Некоторые даже поделились рассказами о своих семьях, детях и внуках. А кто-то узнал об этом празднике впервые. «Не знал, что есть такой День отца. Знал, что есть День матушки, День матери и так далее. День детей есть, но чтобы День отца – это для меня что-то новое, приятное и так далее. Сегодня будет дома, конечно же, День отца». «Очень приятно, конечно. Такой праздник вроде не очень популярный, но дети вспомнили о нем». «Я это и знал, потому что сам четырех детей вырастил. Сейчас у четырех внучек растут». Папа – это супергерой, который придет на помощь в любую минуту. Волшебник, готовый подарить хорошее настроение даже в самый грустный день. Именно поэтому так важно говорить своим папам теплые и приятные слова не только по праздникам, а дарить им свое внимание каждый день. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей. Саро-24. В последние годы социальные сети стали одним из самых популярных средств общения в современном обществе. И как это часто бывает, сразу нашлись те, кто считает, что надо срочно расписать, что делать можно, а что нельзя. Главный аргумент сторонников запретов и ограничений – негативное влияние социальных сетей на подрастающее поколение. О том, как сами саровские блогеры относятся к таким инициативам, расскажем прямо сейчас. Удобная и моментальная связь с друзьями и близкими на расстоянии в мобильном телефоне практически каждого второго россиянина. Сегодня есть как минимум 4-5 приложений социальных сетей. И пускай мессенджеры в некоторой степени даже заменили живое общение, их пользователей с каждым годом становится все больше. Для того, чтобы подчинить социальные сети строгим правилам, был создан законопроект, один из пунктов которого касается запрета регистрации в них пользователей младше 14 лет. Я бы не сказал, что это целесообразно – ограничивать абсолютно все социальные сети до 14 лет. Ну или до 13, или до 12, вообще до какой-то возрастной рамки, до какого-то возрастного периода. Потому что через социальные сети сейчас проходит именно становление личности человека во многом. Ограничивать доступ к этому огромному потоку информации, к этой огромной среде до какого-то возраста, а потом сразу его открыть, ну человек просто с ума сойдет от такого нахлынувшего потока. Кирилл Емелин зарегистрировался во ВКонтакте еще в 2010 году. Тогда возможности этой социальной сети ограничивались написанием сообщений и добавлением новых записей на стену. Но спустя 8 лет у ресурса появилось еще больше функций, отвечающих потребностей современного пользователя. Социальные сети помогают Кириллу развивать собственный видеоблог. Для меня это полезно в первую очередь действительно общением, которое занимает гораздо меньше энергии, чем, например, телефонный звонок. Для меня это еще и площадка для продвижения. Не столько себя, сколько, возможно, в будущем своих проектов, которые у меня готовятся. Законопроект о регулировании деятельности соцсетей предусматривает ограничение для несовершеннолетних по тематикам групп. Очень часто в социальных сетях подросток живет той жизнью, которая скрыта от родителей. Тревожность мамы-папу сугубляет еще и то, что в сетях появляются так называемые опасные сообщества. Психологи рекомендуют не ограждать ребенка социальных сетей, но держать виртуальное общение своего чада под разумным контролем. Я бы рекомендовала, на самом деле, зарегистрироваться в тех соцсетях, в которых зарегистрирован ребенок. Зарегистрироваться, что-то свое интересное там читать, какое-то свое интересное общение тоже поддерживать в том объеме, в каком родитель может себе позволить это по времени, по возможностям и по своим интересам. И быть просто в теме. Социальные сети – это удобное и нужное в современном обществе средство связи. А то, как ими пользоваться и в какие сообщества вступать, решать каждому. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. И стал обладателем гран-при. На суджюри гитарист представил произведение «Грустное настроение» и «Восточный танец». Переборол страх, вышел на сцену и хорошо сыграл. Неожиданно, потому что думал, что только первое место, гран-при еще вручили. Неожиданно было. Международный конкурс собирал большое количество юных исполнителей, среди них танцоры, актеры, певцы. В номинации «Инструментальная музыка» ученики детской музыкальной школы имени Балакирева заняли призовые места и привезли домой семь наград. Сильные коллективы, достаточно борьба была ярко выражена. И очень квалифицированные жюри, которые были представлены преподавателями вузов. Поэтому накал страстей был. Отборный международный конкурс «Я могу» проводился тщательно. Прежде чем приехать на фестиваль, каждый участник записывал видео, после чего отправлял свою работу экспертам. И только после этого члены жюри отбирали лучших. Само название фестиваля, вот этого творческого лагеря «Я могу» как раз детям дает возможность проявиться себя не только в учебное время, когда у вас уроки, зачеты, экзамены, когда вы учитесь в школе, а именно в летний период, в летнее время, на каникулах, найти себе силы внутренние, мобилизоваться и доказать в первую очередь самому себе, что «Я могу». Впереди саровских музыкантов ждет большая работа. Уже осенью они отправятся в Прагу, где им предстоит доказать, что они лучшие из лучших. Саровчане заняли второе место на престижных соревнованиях. Пейнтбольный клуб «Реактор» выступил на втором этапе Кубка Москвы. В финале саровчане уступили команде из набережных челнов и завоевали серебряные медали. О том, как сами игроки оценивают свое выступление и каким соревнованиям готовиться прямо сейчас, узнали наши корреспонденты. В первом матче саровчане показали достойный результат, обыграв команду из Ярославля. В следующих турах нашим спортсменам предстояла встреча с клубом «Прать» из Московской области и столичной командой «Ирландцы Лайт». Решающим для саровчан стал поединок за выход из группы и попадание в полуфинал. Спортсменам удалось показать лучший результат, чем в прошлый раз. И по итогам соревнований клуб «Реактор» занял второе место. Первый этап, к сожалению, у нас очень провальный получился. Два игрока травмированы были. Сейчас вошли в форму. Надеемся, в следующий раз только первая. Сейчас начнем подготовку к следующему этапу, к третьему. Он будет в июле, опять же, в Москве. Ну, надо выходить однозначно в тройку. Но прежде чем начать готовиться к очередному турниру, ребятам предстоит нелегкая работа – провести на территории стадиона «Авангард» реконструкцию своей площадки для тренировок. Делать это собираются своими силами. По словам участников клуба, проект «Пейнтболь на площадке» разработан. И спортсмены уже начали воплощать его в жизнь. Здесь будет уже новая площадка. Здесь будут стоять шатры. И тренировки будут проходить здесь. Проект сделали быстро. Площадку тоже столбы установили быстро в течение одной недели. Строительные работы не повод отменять тренировки. Клуб «Реактор» получил приглашение в Англию на чемпионат Европы по пейнтболу. А значит, нужно держать форму. Это были главные новости этой недели. Смотрите наши передачи на официальном канале в Ютубе. Также мы есть во всех крупных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. На этом все. Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин